всем доброго времени суток сегодня мы с вами вяжем мушку веснянки сухую мушку в конце данного видео у нас получится вот такой экземпляр веснянки и приступим непосредственно к вязанию приступаем непосредственным из подготовки тела мушки для этого нам потребуется вот такой дополнительный инструмент для того чтобы вязать выносные тельца для мушек вот меня завалялась от стон фу такая штука нить мы используем юне 8 0 желтого цвета для начала фиксируем монтажную нить не у самого кончика излишки отрезаем ну и проматываем буквально миллиметра 5 6 и возвращаем монтажную нить на исходную далее нам потребуется пенка желтого цвета такая вот полоска ширина миллиметра 2 2 с половиной фиксируем так чтобы у нас оставалось немного пенки для дальнейшей фиксации на крючке и чтобы у нас оставалась пенка позади еще фиксируем фиксируем буквально как говорим миллиметров шесть пять шесть по длине хорошенечко вдавливаем остатки и возвращаемся обратно в начало далее нам потребуется мех мех я сам изготовил в кофемолке для этого мне потребовался даббинг зайчи желтого цвета мех зайца именно конкретно мех вот эти остинки такие грубые и немного айз даббинга оливкового цвета все это перемешал получил такой даббинг приступаем и наносим даббинг на монтажную нить потихонечку проматываем по нашему участку домотали до конца монтажную нить пары оборотов переводим обратно назад не доводя где-то миллиметр до конца перегибаем нашу пенку и делаем первый сегмент буквально два оборота вводим монтажную нить под низ делаем второй сегмент и переводим в самый конец делаем сегмент пару витков закрепительных и делаем финишный узел ну можно для большей уверенности еще монтажную нить удаляем снимаем с иглы наше тело готово и продолжаем вязать далее устанавливаем крючок губки тисков крючок мы будем использовать Rx FW 531 такой формы двенадцатого номера устанавливаем губки тисков фиксируем все ту же монтажную нить и и и проматываем примерно до данной точки примерно до сюда и закрепляем наше тело который мы выполняли до этого на цеве крючка и следим за тем чтобы пенка находилась строго поверх цевья и и и и и и и и и излишки отрезаем и и как следует проматываем пенку монтаж нить возвращаем начало и опять же воспользуемся нашим даббингом и 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 Добавим два технушки Чуть-чуть не хватило нам, но ничего страшного Сейчас мы это все исправим И продолжаем формировать по тому же принципу сегментацию тела мушки Вот этого будет достаточно, чтобы еще осталось у нас место под другую пенку Но это уже немного дальше Теперь аккуратно фиксируем на остатке уже этой пенки С плавным переходом стараемся Таким вот образом немного мы покрутием Думаю, здесь уже можно отрезать И окончательно зафиксируем Замечательно Ногу можно подправить Кручок Так, что у нас далее Далее мы сейчас закрепим усики мушки Усики мушки будут выполнены из меха серны Если обратить внимание, здесь есть такие длинные темные волоски И мы воспользуемся ими Возьмем бородок, ну так, шесть остинок Собрали в кучу шесть остинок Отмеряем примерно длину усиков равную длине тела И фиксируем так же на цве сверху Аккуратно проматываем по направлению колечко И излишки отрезаем Далее берем коричневую пенку Также ширина примерно 2-2,5 мм И фиксируем так, чтобы перекрыть вот этот переход Сделать его более ровным Фиксируем пенку сверху И смотрим, чтобы она не перекрутилась И проматываем по направлению к этому самому переходу Ну и можем немного это промотать более плотно Получаем такую конструкцию Далее мы установим подкрылок Подкрылок будем исполнять из пера CDC Возьмем два пера И зафиксируем в точке крепления нашего будущего крыла Возвращаем отожженную нить назад И берем два CDC пера Сложили два CDC пера Фиксируем в точке крепления двумя оборотами И вытягиваем так, как нам это требует длина будущего подкрылка Ну, думаю, примерно такая длина нас будет устраивать И фиксируем по направлению колечку все остатки Излишки отрезаем Возвращаемся обратно И установим крыло мушки Крыло мушки Вы можете использовать вообще разные техники Использовать синтетику С помощью специальных там различных формочек Выжигать их Использовать перья Я буду использовать технику WANDERWING Я уже подготовил перо Точнее крыло Его окончательный вид будет выглядеть вот так Это у нас крылья в стиле WANDERWING Для этого нам потребуется перо из скальпа петуха Мы его очищаем от пуха Я вам покажу это в двух словах быстро как это делается Убираем, отводим бородки все назад Отводим бородки назад Берем монтажную нить и фиксируем вот с этого края все наши бородки пера И получаем вот такую конструкцию Это у нас крылья в стиле WANDERWING Берем наше крыло и фиксируем в точке крепления нашего будущего крыла Смотрим, чтобы все было ровно поверх цвия И точно так же закрепляем по направлению колечко Будем нельзя перекрутить его Костинку можем сразу отрезать Все излишки материала тоже здесь подрезаем Аккуратненько Аккуратненько Вот такое вот крыло у нас с вами получилось Достаточно интересное Теперь Перед тем как сформировать оставшееся тело Мушки Ножки Веснянки Нам потребуется даббинговая петля Вот эту основную монтажную нить мы выводим пока немного назад И нам потребуется вторая монтажная нить Мы ее фиксируем непосредственно у колечка И делаем даббинговую петлю Такого не инструмента Оженить Уводим немного вперед И закрепим ее основной монтажной нить Достаточно И отрезаем Отрезаем уже нашу дополнительную нить Далее нам потребуется мех Мех как я говорил Я использую мех серный Первый раз его попробовал в этом году Вообще Мушка вяжется в стиле В итальянском стиле Вот я Недавно Вот познакомился с этим стилем Есть Такие товарищи Которые И помогли с материалом Подсказали вообще Все эти Трюки разные Вот Миксерный достаточно Такой мягкий Послушный материал И Достаточно прочный Вот Чем-то похож на косулю Но мне кажется Даже попрочнее будет Сейчас мы подготовим Пучок меха Для того Чтобы поместить его в клипсу И далее в даббинговую петлю Для этого мы отрезаем Небольшой пучок меха Обязательно Убираем Подшерсток Как и везде В работе с мехом Ну и далее Просто ровняем Кончики меха Путем перебирания Длинных остинок И перекладывания Чуть ниже Сейчас мы можем Убрать Открываем 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 Таким образом, подровняв них, мы помещаем его в клипсу, клипса у меня пятиджановская, вы можете использовать любую другую. Поместили мех в клипсу, отрезаем кончики и перед тем, как поместить в мех нашу дабинговую петлю, мы нанесем на монтажную нить клипку ваксу для того, чтобы у нас мех не соскочил и не вылетел. Когда мы его туда поместим, потому что нить скользкая, помещаем в мех дабинговую петлю, и начинаем скручивать монтажную нить. Вот такой у нас мех получился дабинговые петли. Теперь здесь у нас происходит такая история. Вот эту пенку коричневую мы разделим на два сегмента по телу мушки. Первый сегмент будет где-то здесь, в середине. Точнее, все это пространство мы делим пополам. Это будет здесь первый сегмент, здесь второй, ну и остатки будут чуть дальше торчать у нас меха. И начинаем формировать ножки, ножки. Перегибаем, поправляем нить, перегибаем пенку назад и желтой уже монтажной нитью основной делаем. Сейчас. Немного путается все. Делаем первый сегмент. Один оборот, ну и два будет достаточно. Переводим монтажную нить уже к самому крылу. Здесь у нас будет фиксироваться следующий сегмент пенки. И продолжаем формировать остатки ножек. Поправляем это влево-вправо все. Немного подмялось все. И окончательно фиксируем нашу даббинговую петлю. Излишки, точнее петлю даббинговую мы можем здесь уже обрезать. Поправляем ножки сверху, возводим вправо-влево. Перегибаем пенку и фиксируем. Аккуратненько фиксируем пенку. Два, три оборота. И делаем финишный узел. Я делаю это пальцами, можно его завязать. Вот как удобно. Так, соскочил. Монтажную нить мы отрезаем. Воспользуемся суперклеем. Для того, чтобы зафиксировать финишный узел окончательно. И бесповоротно клей я буду использовать суперклей от фирмы GULF. минутмен. Нанесем капельку на наш узел. И никуда наш узел больше не денется. Отрезаем остатки пенки. Тут уже кто как, кто поровнее, кто просто ровно отрезает, кто полукругом, кто же у кого какие пожелания. И поправляем все наши ножки. Усики вперед, ножки все назад. Но перед тем, как назад отвести, возьмем еще щеточку. Обычную липучечку. Расправим все это здесь. Расчешем снизу. И отводим все назад. Поправляем, подминаем. Делаем потрясающий силуэт на воде нашей веснянки. Наводим марафет, так сказать. Вот такая у нас с вами получилась на выходе веснянка. Держаться на поверхности будет однозначно, потому что здесь у нас целая куча с положительной плавучестью материалов, таких как пенка, перо со скальпом и, конечно же, мех серны. Поправляем. Очень интересный материал. К сожалению, в России он у нас не продается. Пригонял я это все дело из-за бугра. Опять же, хороший человек, который этим занимается, помог. Вот. Ну, в принципе, можно пробовать из меха косули, либо мех оленя с тела откуда-нибудь помягче брать. Ну, либо есть, если есть пожелание, как приобрести данный мех, то, я думаю, смогу помочь мне тоже. Силуэт, конечно, получается шикарный у данной мушки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.